Итак, друзья, Фурия против Винстрайка. Увидели мы только что две карты в хлам. Одно от Фурии, это был нюк Винстрайк, но и только что Мираж вы видели, который выбрали Фурия от Винстрайка. Ну, скажем так, обменялись любезностями команды. Вот все самое интересное, самое решающее и интригующее. Кто же продолжит участие на нашем ивенте, оставили на третью решающую карту. Пистолетный раунд. Ну что, Винстрайк на диффузы и две флешки от Квика. Обратите внимание. Ну, скорее всего, это будет сейвовая оборона базы Б, либо наоборот мы увидим здесь солидное укрепление. Ну, пока что это больше на солидное укрепление похоже. Четыре игрока, двое выходят пикать монстра сразу. Тут у нас, ну, понятно, куда, на какую точку пойдут ребята из команды Фурия в пистолетном раунде. Но давайте посмотрим, что будет дальше. Их заметили только что. Ну, заметили как. Ворд Эдит то ли в прыжке, то ли с подсадки получил. В голову и чудом остался жив. Итак, раскидка базы БМ. Есть первый минус от Норберта. Сразу же сгорает в коктейле молоту. А вот и ответочка. Укрепление пока что работает. Но два красных игрока. 9,8%. Ворд Эдит и Квик. Бумыч сотый. И, по сути, на него вся надежда команды Винстрайк. Очень важный игрок в шорте. Да, это Бумыч. Посмотрим. Первого забирает очень легко. Окси, Рата. Но тут теперь нужно постараться такое еще отдать. Ну, знаешь, когда бразильцы проигрывают пистолетный раунд, все складывается очень плохо. Итак, 32% здоровья. Перестрелка против. Там два осталось. Было 32, стало два. Ну, все. Теперь все становится на свои места. Тут нужно просто идеально сейчас раздать. Красных зацепить. Бумыча там с первых. Ну, а как тут зацепить? Вот очень хорошие, комфортные позиции получили ребята из Винстрайка конкретно в этом клатче. Итак, 1-0. Мощно. Мощно начинают Винстрайки. Действительно, ну, вот знаешь... Ну, 4-B. Они просто стали 4-ом на B и понимают, что принимать. Я представляю, какое было решение перед Винстрайками. Так, куда же пойдет Фурия? Куда же пойдет Фурия? Два дня подряд парни ходили на базу B. Ну, может, все-таки A. Может, все-таки A. Нет. Давайте на B и куда? Ну, знаешь, за ночь не научишься. Хотя, вот знаешь, я всегда считал, что сильная команда может перестроиться, придумать себе раундов и сыграть их на следующий день. Но по факту, вот, показывается, что далеко не так. Обычно все с точностью да наоборот. Ну, надеемся, что это только начало. Итак, тут последний арт. Полный экономический в исполнении Фурии Спортс. Ну, не претендовали на победу в этом раунде. Хотели навредить экономику соперника. И немного это получилось. Выбили. Извините, что перебило. Я вообще советовал Фурии не играть больше в оверпасс. Потому что здесь очень тяжело Арту, капитану команды. Здесь вот реально они играют без снайпера частенько. Вот. И даже когда он есть в защите, ну, ему не всегда так уютно. И, ну, все равно вот если Юрий не раздает там с остальными игроками, то все очень сложно. Ну, кстати, на оверпассе неплохо выглядел Ксерата. Но вчера это было не про него. Вот Арт на нюке. Вот я удивился. Сегодня, как он попадал. Все. Сложнейшая карта для снайпера. Он был просто красавчиком. Причем за атаку там выдавал. Пусть не так много фрагов, но такие ключевые интересные моменты. Так. Тебя не удивляет месторасположение игроков Фурии Спортс? Да. И знаешь, что-то не так далеко находятся ребята из Винстрайк. Потому что я смотрю уже... А, нет. Возвращается все-таки, да, у нас Квик. На всякий случай. А, кстати, это хорошо под флешку. Под одну, по-моему, флешечку ворвались бразильцы. Два минуса. Два безответных минуса. Ну и, по сути, это первый раунд для Фурии в этой... Ну, Винстрайк как-то вокруг этого Б ходили и ходили. Такие вот, ну, может быть, на Атом они пойдут. Но, тем не менее, мы будем там два вроде бы в коннекторе. Уже поджимали. И в определенный момент кто-то заколил, что, возможно, все-таки это точка. И все пошло не так. Сразу два фрага пролетело. Ну и тут уже можно сейвить изначально все эти девайсы. Хотя не факт, что тебе... Ой-ой-ой. А вот это интересно. А вот это будет... Это такой фейл будет, если они сейчас все уйдут. Минус от WorldEdit четко работает по информации тиммейтам. Зря убил. Будет ли Ninja The Fools? Дал бы пройти. Это было бы лучше, чтобы они тут разбежали из плента, пошли искать. Так, смотри, подожди. Тут никто не смотрит на Квика. Квик просто вообще невидимки. Нет, заметили. Ну, дальше разобрались. Вот в какой-то момент показалось, что... Да как? Его не заметят? Ну, заметили. Заметили и обезоружили. WorldEdit последний сохраняет AUG на следующий раунд. Но экономически пока что винстраки выглядят очень слабо. И, ну, знаешь, пограничное решение их ожидает. 4300, 3800. Есть дропы WorldEdit. Это... Ну, все-таки форсирует события. Все-таки форсирует события. И странное решение от Гоши. Он мог дать М-ку одному из тиммейтов. И было бы 4 девайса вместо 3. Ну, просто сорта агрессии сейчас проявите. И там можно найти эти фраги. Давайте посмотрим, какое решение принимают ребята. Так, через коннектор, через подвал. Интересно. Не так часто Фурия... Использует эту позицию в таких раундах. Ну, вот. Вы сделали выводы и поняли, что если все-таки фонтан проходить, если пода подходить, то лучше это делать сплитом. Заметь, бразильцы опять-таки же не удивляют. Один на детской площадке. Четверка находится ближе к базе B. И, ну, опять-таки же, все идет в сторону B пункта. Прямолинейно, в одном направлении. Здесь просто винстрайк от соперника больше ожидают. Там дергаются на эту точку. Уходим, уходим. А здесь все попроще. Я думаю, тренер это поймет через пару раундов. Но будет уже поздно. Да, может быть и не поздно. Пару раундов еще и большая часть половины впереди. Там, я не знаю, может, у него стрим параллельно включен. Там тоже посмотрел. Ну, знаешь, на самом деле то, чего не хватало Фурии на прошлой карте. Зацепиться хотя бы за один на старте игры, когда вот есть еще та самая уверенность. Здесь они сделали это быстро. Выход на базу B. Разобрались. Взяли с потерями двоих игроков. Но вот следующий, вот с каждым взятым раундом бразильцы действуют увереннее-увереннее. Знаешь, опять же повторюсь, но мне кажется, что действительно тут винстрайк вот так гораздо большего ожидают от Фурии. Здесь надо вот понять, опять же, вспомнить вчерашний матч, план на игру. Какие-то коррективы сейчас внести, что все, в принципе, точно так же. Так, Квик. Попытка зарезать. Изи катка пока что. Тихий убийца какой-то, Квик. Ну, здесь он все правильно сделал, заработал деньги здесь. Если есть возможность, то почему бы и нет. Полторы тысячи долларов на ровном месте. На дороге такие деньги точно не валяются. Ну, это не анманерство, это не нож там в последнем раунде, там в спину и так далее и тому подобное. Либо в последнем раунде половины. А ведь был шанс у Фурии так же резать. Это был Вейлендер, если я не ошибаюсь. Карта нюк. Да, на рампах, но там не получилось. 1.67, 2.12, Фурия и Винстрайк, соответственно, такие коэффициенты дает ЕСБ на третью решающую карту. Ну, все очень близко. Вот знаешь, что на исходные позиции вернулись коэффициенты. Да, но тут еще, наверное, учитывают результат последнего матча против Спирит в рамках Минора на карте Оверпасс. И, может быть, вот так все и получается. Ну, посмотрим. Я еще верю в команду Винстрайк. Вполне тут можно играть, биться. Атаковать тоже парни умеют. Опять же, ждем авик. Ворда Дита. Он, как только АВП появится, станет намного проще. И в схемах, в расстановке по карте. И, опять же, можно иметь трех, а то и четырех игроков на точке бетом половина раунда. Ну, кстати, глядя на количество денег, у Ворда Дита точно появится в следующем раунде снайперская винтовка. Тиммейты будут закупаться, и, ну, это будет та самая полноценная закупочка, которая позволит нам оценить возможности винт-страйка уже против полного оружейного раунда. Опять-таки же, с полным комплектом как гранат, так и девайсов. Ну, и ждем сюрпризов все-таки от Фурии. Может, пойдут какие-то заготовочки на точку А, какие-то сюрпризы. Проверить что-то, может, захотят, если уже там уйдут хороший отрыв. Ну, на самом деле, на самом деле, ну, вот даже два предыдущих оверпасса в исполнении бразильцев мы видели попытки вскрытия баронного аплента. Да, они были, ну, по сравнению с выходами на базу Б, в разы реже. То есть это было, наверное, в процентном соотношении 90 на 10. И они очень ужасны. Там один человек, который гуляет по туалетам и душевой, он просто вот частенько забирал у них двух, а то и трех соперников. Очень неумело проходили бразильцы укрепления, по крайней мере, команды героек. Ну, вот, опять же, будут играть против Na'Vi. Станет Саша Симпл с Авиком, подожмет им фонтан, четыре будут на B. И здравствуйте, ребята. Ну, после тайминга перетянется туда второй. Ну, подожди, до Na'Vi надо еще дожить. Пока что в соперниках команды WinStrike попытка выхода на аплент, и здесь у Фурии были проблемы. Двоих потеряли, двое, ну, неплохо так пострадали, но все же бомба установлена. Последний Вейлендер, его заметили, и Ксерата спокойно забирает. 3-2 для Фурии. И бразильцы уже впереди. И Авик для World2D, давайте посмотрим, может быть, второй случайно залетит, но нет. Зачем он сейчас на оверпассе, по сути, не нужен команде. Там действительно должен быть попадающий второй игрок, чтобы там на точке B, например, стоя на вилке, там, шорт и монстр принимать. Не забываем про промокоды, сайт vplay.tv и участвуем в розыгрыше девайсов. Итак, три ауга, МК и Авик. Ну и давайте посмотрим, да, есть каска у Квиком, но что вновь делает команда WinStrike. Три игрока под B. Ну вот, кстати, поджима особо и не было. Дали гранаты и ушли. Так, чисто вот, чтобы выиграть секунд 20-25. Ну, знаешь, опять-таки же, вот залог успеха WinStrike на карте Mirage, это была агрессия. Агрессивные, уверенные действия. На оверпассе парни действуют немного по-другому. Во-первых, и агрессивные действия, и потом, как команда перестраивается после всех разменов. Там очень хороший темп, скорость команды, все это, конечно... Ну и видно было, что всем играть эту карту попроще. Ну вот здесь мы не видим действий с позиции силы. Здесь больше, ну, такой вот строгий дисциплинированный Counter-Strike. Это фейк, что ли? Это то, что разбирали вчера, ребята. Вот нормально прошли, банан дали, смотри. Они запускают Винни, оставляют его здесь. Кстати, этот раунд должны знать ребята из WinStrike. Ну, это точно должны знать. Вот по свежей памяти. Винни уже уходит с этого угла, потому что мы ему там не раз вешали. А это фейк все-таки, посмотри. Это фейк того раунда. То есть это 2x фейк на фейк на фейк? Да. Вау. Это вот такая многоходовочка. Оказывается, бразильцы умеют. Ну, молодцы, вот обсуждали что-то ночью, и вот теперь посмотрим, получится это или нет. Так, как проверят укрепление ребят из WinStrike? Есть информация по первой позиции. Хорошо, заходит. А дальше все четко. Юрих сбривает Бумыча. Второй минус от Тейбова. Падает Ворд Эдит. Ну, собственно, идеально. Шикарно. Вот тебе и атака на базу, а? Вот такой бы хотя бы один раунд вчера бы разыграли парни через банан, а не через по три длина ходить. Ладно, подождите. Подождите. Отмена 2-2. Ситуация, но весь Винни спасает. Минус в Вендер, но Руберт последний. Только квадрокилл спасет его в этом раунде. Первый минус есть. Второго забирает Норберт. Браво! Я только хотел сказать, это же Норберт. Давай досмотрим все-таки раунд. И он... И ты заметил, после первого контакта он не забрал с первого парня вот здесь вот в нычке. И я уже думал, когда нам переключили игроков, что Норберт погибает. А тут просто минус, минус. Вот ошибочка очередная от бразильцев. 2 в 4 ситуация. 2 в 4. Поставленная бомба. Как такое проигрывается? Это раунды с Миража пошли. Да, это заготовочки от Фури. И заметь, это все происходит на Аппленте. Даже вскрыв Апплент, идеально вскрыва, с разменом 3 в 1, бразильцы умудрились проиграть этот раунд. Это не очень пока что, конечно, приятно для бразильцев, но какие-то позитивные выводы должны были сделать парни. То, что этот раунд по сути сработал. Там это личная была уже ситуация двух игроков против одного, и это уже их ошибки. Так, ну что, опять-таки же... О, вновь три длина. Ну ладно. Да ладно, Гоша! Как WorldEdit, так широко вышел. Знаешь, он, наверное, не ожидал таких скоростей от Фурии в этом раунде. Рассчитывал, что бразильцы опять-таки же сменят вектор атаки после неудачи на Аппленте. По старой доброй традиции отправятся на базу Б, но нет. Удивляют бразильцы. Это лавика, который просто стоит там, даже не обязательно с подсадки, просто принимает первого и кайки. Я тебе больше скажу, Гоша выпрыгнул с ножом. Только после этого свечнулся и получил пулю с АВП. Так, попытка контрагрессировать на длине. Эйбл разменивает свою жизнь на Бумыча. Два в четыре. Поработал Винни, да, и ситуация очень сложная. Но есть Норберт, есть выбита бомба, инфа. Так, моментально полетел на помощь Квик Норберт. О, хорошо! И четвертого можно дожать жестко. Да как он это делает? Он какой-то нереальный. Три минуса на этот раз от Норберта. Ситуация один в один. Арт с СГшкой против снайперской винтовки Квика. Какой же классный мув был, да? Как он это делает? Прихода Норберта в команду для Винстрайк, но и мув, конечно же, от самого Норберта сейчас. Так, и есть информация у Квика. А вот Арт даже не представляет, где находится его соперник. Это самый страшный выстрел. Да, первый промах ССП в спину. Обычно это заканчивается плачевно, но не в этот раз. Квик справляется с этим спреем, если его так можно назвать, и берет четвертый раунд для команды Винстрайк. Так, надеюсь, наши аналитики там напротив Ника Норберта галочки ставят. Один, два. Два раунда, два в четыре проигрывает бразильская пятерка. И оба вытягивает Норберт. Ну, грубо говоря, своими фрагами. Три минуса и три минуса от Норберта. Ну, вот сегодня бомбардир команды Винстрайк включился на максимум. Тиммейты доигрывают, но Норберт просто вносит сумасшедший импакт в эти раунды. И согласитесь, если бы не этот парень, тот бы счет уже был бы не очень приятный. Ну, вот она борьба, наконец-то. Да есть же ж. Близкие, очень интересные раунды. Оп, как все поменялось. Инициатива переходит из рук в руки. И как раз-таки об этом говорит наш партнер ES.bet. Тоже переобулись по-быстренькому. Знаешь, я рад за людей, которые сумели застраховать ставку в этом матче. Кто бы не ставил как на Винстрайков, так и на бразильцев, наверное, сейчас уже... Да, дымится голова. С них десятый пот сходит, горит пятая точка. Посмотрел первую карту, доволен, если ты бразилец, например. А тут вторая начинается, тебя разносят в хлам. Третья, такие раунды, и тут уже... И такой, с сигаретой в зубах сидит только тот, кто ставку застраховал. Итак, экономический раунд для бразильцев. Три по 250, тег девятый, дигл, три армора на всю команду, ну и огромное количество гранат. Винни без денег вообще, 50 у Винни остается. Ну, вот знаешь, Винни пошел вабанг. Этот парень не боится отыгрывать и с пистолетом в следующий раунд. Так, что на этот раз нам покажет Фурия? Это вот теперь уже синхронный заход, используя коннектор одновременно с фонтаном. Я просто вчера поражался этими раундами, когда стоит АВИК на шариках. И просто их вот так вот по одному накладывают, ему даже флешку не накинут. Ну, кстати, стоит отметить, вот то, что работало сегодня у Винстрайк на Мираже, вчера делали герои к на оверпассе. Они точно так же действовали с позиции силы. Они контрагрессировали, они рушили атаки команды Фурия в их зародыше. Вот как только они готовили платформу, тогда уже получали достойный отпор. Итак, попытка прохода по длине. Есть первый минус. Ворд Эдит забирает Тейбла. Да, он агрессивно выходит, кстати, Ворд Эдит, но он с пониманием того, что это экономически, и он позволяет себе вот такие широкие страйфы сейчас делать. Да, и Гоша в принципе попадает. Правда, вот вспоминая прошлый раунд, там Георгий допускал ошибки. Ну, он там и не стрелил, если быть честным. Так, Бумбумыч после минуса получает ответочку от Арта. Отличный хитшот. Хороший чек, хороший выстрел. Отличная игра в Ворд Эдит. Вот так вот, в принципе, и должно все происходить. Отведу где Бомба? Да. А это без шансов. Ксерата выходит на присыл к Норберту и погибает. 5-3 винстрайк. Набирают обороты на третьей решающей карте. И, знаешь, если так дело дальше пойдет, то Фури вернуться в эту встречу будет очень сложно. Ну что же, важный момент. Середина половины. Вот винстрайк желательно продолжать вот так жестко играть и наращивать свою серию. Душить экономически и психологически своих соперников. Ну и главное не забывать про точку Б. Потому что в любой момент к вам могут прийти. А может быть самим там сыграть агрессивней, пропушить шорт. Что сегодня происходит с Фури? Вы знаешь, вчера мы требовали от них раундов в направлении Апланта. А сегодня они просто отказываются ходить на бое. Ну вначале походили и после этого отмена. Но они скоро вернутся. Просто они ждут тот момент, когда... А как так он опять оказался? Говорят, тут же другой проход есть на базу Б. Можно же подвал использовать. Итак, пока что серьезные проблемы у винстрайк. Да, тут минус будет однозначно. Забирают и Вейлендер. Норберджи в ситуации 2 в 4. На этот раз Квик делает только один минус. Как же жестко приземлил Зак Сирата. Сразу же попадает в голову с АК 47-го. Ну и смотрим на деньги команды винстрайк. А их, к сожалению, нет. Честно, тут перемудрили однозначно. Это какая-то жесть была. Да, вчера мало использовали коннектор. Сейчас дверь оказался нежда. Но, если честно, три игрока атаки оставалось. Все просто были в разных точках карты. И даже до Апланта не дошли. Уже все закончилось. Честно, сегодня меня бразильцы удивляют. Вот если вчера мы говорили о, скажем так, малой вариативности атак их оверпасса, то сегодня выходы на Аплэн под раскидку, экораунды с раскидкой, выходы на базу Б, сплит. Ну, все, что хочешь. Показывают нам Фурия на этом оверпассе. Когда ты проигрываешь свою карту 0.15, а это именно своя карта. Это заставляет задуматься. Да, там, я думаю, вчера ночью был просто такой взрыв, мозговой штурм и обсуждение, как нужно играть. И, я думаю, каждый там дал серьезный импакт. Так, ну, тут реакция Ксерата, конечно, на высоте. Вард Эдид понимал, где находится соперник, пытался выцелить голову. Но Ксерата был быстрее. Проверят Норберта. Да, без шанса. Вард спокойно его забирает. Это 5-5. И, опять-таки же, вот вроде бы провели экономически, а денег по-прежнему мало у Винстрайков. Да, и нужно еще... 2К форс. Как же? 2К форс вышло. Ну, да ладно. Так, Дигл, ЦЗ-шечка. И все. 2 первых армора. О, ну, это все ведет, наверное, к шестому раунду для Фурии. Но посмотрим. Диглы работают у Винстрайк сегодня просто замечательно. Норберт на ЦЗ-шечке. Также может отметиться фрагом. Ну, и по расстановке есть игрок в коннекторе. Это WorldEdit уже уходит на отстрел, прикрывает его один тиммейт. И да, поагрессивней. А, подсадку пытались сделать, но... Абсолютно другая модель в исполнении Фурии. Один игрок находится на воде. Все остальные двигаются в направлении Аплента. Кстати, часто знают, что здесь сидит игрок. Вот у Фурии там вчера нашивать пытались. Но он все равно дает свои фраги. Так, подсадочка сработает или нет? Да, есть минус. Квик забирает Ксерат. Это, возможно, плюс АК-47. И, конечно же, если Винни его отдаст. Нет, Винни контролит все с двери. Отлично. Вейлендер 1.4. Да, кстати, бомба сюда идет. Но, опять же... Оп! Нет минуса. Да ладно. А как так вообще произошло в упор? Да, по-моему, 6 патронов не попадает Вейлендер. Беда. Итак, это 6.5. Бразильцы вырываются вперед. Ну, еще одна попытка Винстрайк показать нам действительно хорошую защиту на оверпассе. Ну, вот все те же на манеже. Те, от кого мы ожидаем действительно хорошего результата, в первую очередь, это, конечно же, касается Кирилла. Он же Бумыч. 5 фрагов. 9 смертей. И Бумыч не так хорош, как этого хотелось бы. Ну, значит, сегодня не его день. Назовем это так. А вот и стандартная игра. Вот что и нужно делать против Фурии. Вышел с авиком, их прижал, тут придавил, пусть идут на бет. Так, ответочка от Ксерата. Прострелом Квика забирает, но слишком дерзко действовал игрок команды Винстрайк. После чека прыжком решил сделать стрейф направо к деревяшке. Получил абсолютно все пули, которые выпустил Ксерата на этот прострел. Так, Норберт выбирает себе позицию. Ну, в принципе, давайте посмотрим. Здесь вновь ждут Ворлд Эдита на длине. Втроем, но он не вышел на этот раз. И, посмотрите, снова на б возвращается команда Фурия. Ну, что у нас там на точке, Норберт? Ну, могу сказать так, что Хлпа будет очень долгой. Но если только сейчас Бумыч не сместится в девятку. Если она вообще потребуется ребятам из Винстрайк, то очень долго будут двигаться ребята на Хлпу. Ну, да, Бумыч уже идет на Бумыч. Бумыч уже идет, смещается и Ворлд Эдит потихонечку. Есть еще и минус от Норберта. Это, правда, размер, но за счет его информации. Хотя можно вернуть 40 секунд. Кстати, времени более чем достаточно, но бразильцы и тут до конца. Итак, выход с Монстра. Выход на Вейлендера. Как же сработало укрепление. Итак, Ворлд Эдит 1-1 против Винни. 30 секунд. Он теперь действительно может поиграться здесь. Хорошая позиция у Ворлд Эдита. Он должен слышать эту перетяжку. Винни, шифт, вернулся. Пока по таймингу, может быть, отхолодится немножечко Винни нужно. Ну что, Винни, тебя ждут, тебя читают. Это вабанк от Ворлд Эдита, и он угадал. Да, угадал. Осталось только попасть. Ножка. Что это было? Как он эту ножку показал? Ну, благо наглость Гоши. Не знает предела. Прочитал, прочитал соперника. Понимал, что будет ставить до конца последние секунды. Пошел, задавил. Хотя мог бросить бомбу там игрок и дать по щам, но... Ну, вот знаешь, опять-таки же, это все микромоменты. Это майндгеймс, которые Гоша выиграл без каких-либо шансов. Очень близкий раунд. Действительно, все висело на воске. Но все же Виннстрайк одержали победу. Но при этом потеряли 4 девайса. Да, был об этом секунд действия у игрока атаки. Конечно, он об этом с Ворлд Эдитом бы по-другому поступил. Не было времени, нужно было ставить бомбу. Хотя, если бы вышел спунт, опять же, все было бы хорошо. Вейлендер, Норберт, отлично принимают. Быстрый выход на... О, фаст вообще поломался. Нет, нет, нет. Это отмена. Два в пять. Седьмой раунд. Должны забирать Виннстрайк. Так, ну что, Юрий Хейбл. Как минимум, должны постараться сделать парочку минусов и навредить экономике Виннстрайк. Вопрос куда? Но все нивелируется стрельбой. Вопросов к Норберту больше нет. Уверен в себе. Действует нагло, действует дерзко. И действительно оправдывает это своим умением хорошо стрелять. Ну да, вопрос вот куда и зачем он полез на поджим. Вообще перестреливался. Два в пять. Посмотри на количество денег Виннстрайк. Впереди еще два раунда. Если вот сейчас там, зная, как умеют стрелять бразильцы, можно было бы потерять девайс, можно было бы потерять второй, третий. И опять-таки же на следующий были бы экономические проблемы. Но он дает минус. Но он просто убивает, поэтому вопросов к Норберту нет. Норберт убивает. Ну что же, Юрих. Юрий Сантос. Тоже убивает вроде бы, да. Но когда вся команда как-то вот... Ну, кстати, на оверпассе мы пока что не видим таких громких включений. А вот этого, скажем так, мощного игрока. Пять фрагов, четыре асиста, девять смертей. Ну, в защите, конечно, он внесет свой импакт, но... О ней поговорим через три раунда, друзья. Осталось... Ну, в этом все понятно. Здесь найти Юрия, либо дождаться 15 секунд. Смотри, Норберт идет до конца. Изи катка. Как он это делает? Просто... Изи катка. Вроде бы услышал Юрий, да, этот звук развернулся. Но выходит это ухо и просто тебя там, не знаю, уничтожает. Так, интересно. Одна из команд берет паузу. К сожалению, у нас нет информации, но что-то мне подсказывает, что это решение команды Фурии Спортс. Причите 7-6, ну, почему бы и нет? Ну, там, скорее всего, все очень пограничено с деньгами. И тут решение либо закупаться сейчас и, ну, в случае поражения в раунде, форсировать события и в последнем, либо провести экономический, какой-то такой аккуратный, ну, и закупиться... Либо играть раунд на Б, и там как-то поставить бомбу. Ну, было бы неплохо вот показать нам какой-то просто целостный раунд на базу Б. Это то, что действительно получается. Или на Аут в начале был хороший, вот целостный раунд. Четко зашли через банан, два смока, четко разменяли игрока на поджиме. Но вот концовка там, Норберт 1-2. Это все шикарно. Вообще 2-4, потом 1-2 с установленной бомбой, я не знаю. Такие раунды проигрывать. И опять-таки же мы возвращаемся к вопросу вот неоднозначности раундов, которые проиграют бразильцы. На Мираже было таких очень много. Именно это позволило Виндстрайк праздновать победу. Да, они были хороши, но уже где-то после экватора первой половины в начале, если бы где-то удача улыбнулась бразильцам, все бы сложилось абсолютно по-другому. Так, давай посмотрим, как Квик, какую позицию будет занимать. Возможно, сейчас агрессия будет Зига. Да, пошел и Квик вместе с Вейлендером. Вот они двое, под флешечку второго просто не довел прицел, но теперь Авик его контролить должен. Вот скажи мне, как можно выходить вот так под свою флешку? Вот где чувство таймингов? Тебе говорят, я накидываю тебе флешку, ты выходишь, и оно взрывается перед глазами. В момент, когда ты видишь двоих игроков. Это провал, но все же в Вей ситуации выкручивается. Минус есть, второго неплохо раздымажил. Так, Пиксель от Квикова. Ой-ой-ой, чуть-чуть стрейф бы сделал бы в район трубы и был бы минус. Ну, может быть, оно и лучше. Так, Квик это видел. Да ладно, Арт делает еще один минус. Знаешь, когда у тебя перед носом забирают АК-47, а после этого ставят тебе без шанса в голову. Благо, есть в команде Норберт, который уже поджал монстра и сделал минус. Ну что будет, второй подобрал сайперскую винтовку, тайминги. И не добили Норберта, дают шанс на выстрел. Да как же ж так, испугались просто Норберта, парни. Ну, у Юрия здесь тоже проблемы. Хотя он четко справляется с плентом, знает про игроки. Ой-ой-ой, про длину-то знает. Так, ибо мы слышим. Ну, должен. Ну, второго подрезает. Он Юрия должен закрывать. Да, и Юрий о нем знает сам. Юрий, Юрий. Еще и зацепился. Вот это провал. Просто сплошные провалы у бразильцев в атаке. Ну, вот видно, что это не самая любимая карта многих игроков. И вообще, вот, я вчера еще сказал, что, ребята, а надо оно вам перед мейджором? Я не знаю, но... Ну, да, можно ее пикать, знаешь, против команд, которые не играют вообще. Вроде бы же все четко. Да, вы потеряли первого. После этого Арт, ну, нереально выводит ситуацию на новый уровень. Он делает два минуса, вы уже в большинстве. Да, Норберт выравнивает. После этого подловите Норберта. После минуса от Юрия вообще все шикарно. Аркада Бэфси, монстр. Поехали. Молик, смоки, зажимы от Вейлендера. Ну, здесь не пройти. Вей попадает по третьему. Юрик падает. Вей просто не остановить. Маг десятый, еще один минус. Всех строг в дым. Ну, браво. Вейлендер напоследок собрался. Будет ли Эйс? Такой промчал. За фрагом такой Эйс ищет. Просто охотник. Где? 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 Второй. Второй. Это, знаешь, камера наблюдения. Плюс девайс. Это, кстати, АУК. Но нет, тут должны закрывать. 9-6. Три раунда преимущества для команды Виндстрайк. По итогам первой половины. Но, знаешь, опять-таки же очень неоднозначные впечатления. Ну, вот были две серии, да, то, что вот по три раунда, то, что вот как-то заставило вернуться в игру Фури. Это и по экономике хороший буст из себя, и ты выбиваешь экономику из соперников. Вот, в общем-то, из этих двух серий где-то висела интрига. Но... Ну, видно, что команда молодая и допускает слишком много ошибок. Вот где-то не хватает усидчивости, где-то уверенности в своих действиях, где-то правильных решений. И все это отображается в проигранных раундах. Я бы сказал проще. Вот, честно, карта не готова до конца, и им тяжело. Может быть, через месяц-два, еще 10-20 оверпассов, чуть-чуть тренировок, чуть-чуть обсуждений, и все пойдет. Но здесь надо играть. Видно еще ребятам... Есть к чему стремиться. Да, есть к чему стремиться. Хорошие предпосылки тоже есть. Эти раунды на Б интересные. Мы видим, что и на А, в принципе, там где-то местами умеют. Теперь это все надо собрать в кучу и делать вот нужный раунд, нужный момент. И тогда все будет вообще замечательно у Фурии. Ну а пока это сложнейший матч против Финстрайк, которые, проиграв свою карту, проиграв нюк, настроились на карте соперника, дали камбэк. Ну и пока что тащат на третьей решающей карте. Но это не гарантирует им победы. Все знаете, это только 9-6. Итак, пистолетный раунд второй половины стартует прямо сейчас. Что по закупке? У Фурии есть комплект дефюзкитов, также есть смачок в руках Серата. А вот у Винстрайк тоже есть раскидка. У них даже пистолетка в защите отличается. На всех картах один покупает набор, один что-то еще. Всего два армора у команды. А тут уже все, 4 армора и только смачки плюс диффузы. Серата, ну что, зажмут? Да, отличный минус от Норберта. Продавил арта. И без какой-либо поддержки здесь оказался один игрок команды Фурия. Да, здесь, конечно, от капитана требовалось дать один фраг. Я думаю, это было вот... С большой вероятностью от него требовалось сыграть на информацию, но позиции, от которой он отталкивался, тайминги, которые он получил, все это сложилось максимально неудачно. Ну ты видел, он был там в душевой, когда его с двух сторон уже 3 плюс 2 зажимают, и хелпы вообще и близко нет. Все на бэвсе, все тиммейты. То есть, ну, по идее, такой был план. Либо дать инфу, либо зажать спину. Но если они пойдут сюда, ну, хотя бы уже один. Сделай фраг и дай инфу, и мы успеем вернуться на хелпу и принять точку. Итак, раскидочка апплента, выход от ВВН. Разбревает Юриха на пуенте. 3 в 5, бомба стоит. Кстати, кстати, кстати. Против команды Spirit именно такой раунд Фурия потащила. Будучи 3 в 5, хелпа базы Б пришла и обезоружила своего соперника. Но, наверное, здесь повторить успех этого раунда не получится. Ты уже смотришь, как залетает ему ребята с Винстрайк, не поверишь. Хотя вот был момент, минус 2, но на этом все, 3 в 1 ситуация. Здесь просто задушить можно, втроем на него выпасть. Здесь надо играть просто аккуратно. Зачем навязывать эту стрельбу, если у тебя стоит бомба? И все, жди, пока он ее будет диффузить. Он даже до нее не добрался, она уже взрывается. Он даже не может найти никого, потому что здесь уже один обошел, двое спрятались и изи. Вейлендер красавчик в этом раунде также отлично стрелял. На машине, как отлетел Юрий, там самый опасный стрелок. Просто с первой. И каким бы ты супер Юрием, Симплом, Ксантаресом не был, на тебя так ставят, то это выбивает. Когда на тебя выбегает 5 человек, и ты получаешь с первой, это действительно... Неприятно. Максимально. Ну что, 10-6, победа за винстрайк. Это действительно хороший повод порадоваться. Ну и теперь надо устоять против форсированной закупки. Да, устоять сейчас, забрать следующий, выйти на 12-6. А там, грубо говоря, два оружейных, и в принципе ты практически победил. Но если все делать подряд, конечно же. Минус от Норберта. Хорошее начало, он уже на б-пленте. В соло душит соперников. Тут, кстати, в коннекторе будет интересная история. Два игрока в фурии. Ну и пофармить тут попытается сейчас Квик. Нет. Ну практически минус, но это не считается. Вина. Ответочка от Юрия. Это 3 в 3. Ой, это 3 в 4. Как все по одному ходят по карте. Что происходит? Так, есть инфа по арту, скаут, он не попал. Да, он промахнулся по вордидиту. Сейчас на бомбе там в РСП игрок Норберта выходит. Вот знаешь, почему-то в этом парне я не сомневаюсь. Он вообще беспощадный. Убивает беспощадный. Еще и знает, что здесь есть соперник. Так, что же дальше? Что же дальше? 50 секунд. Вернуться можно на б. Но там уже могут быть соперники. Поэтому непонятно. Пусть идет тогда уже вордидит вперед. Но как-то крайне аккуратно это все делает. Да, так и будет. Вордидит таранит, отвлекает на себя внимание. А парни вдвоем проходят на точку B. Но какую-то гранату даже накидать. Так, а куда залетел смачок? Он, скорее всего, взорвался на Апленте. Это от Вордидита, скорее всего. С длины еще. Ну да, я же говорю. На Апленте взорвался. И Гоша отправляется в подвал. Как можно быстрее. Вроде бы все четко. Вроде бы все четко. Главное пройти арту без потерь. Шорт прочекать. Есть смоук. Есть флешка. Так, по шорту есть инфа и фраг. Он попадает еще и рандомным патроном в голову Эйбу. Вот это выстрел. Да он сам не поверил, наверное, в то, что второй фраг. Да ладно, Арт, красавчик. Вот со скауту парень рубит неплохо. Но, увы, это была ситуация 1 в 3. Можно нам повтор момента с Вордидитом? Вот там действительно Гоша не понял, что он сделал. Да, как залетело второму, это была просто сказка. 1 от 6. Не ненавижу такие моменты, когда ты тот парень, которому прилетело вообще. Ты просто никого не трогал. Ты просто ждал удобного момента сделать свое грязное дело. Да, увидели твоего тиммейта, а получил ты. Беда. Ну что, быстрый выход на базу Б. Там нет никого. Или номер 7. Нет, один Винни на базе Б. Его как раз-таки постараются продавить. И это не должно составить особых проблем для игроков команды Винстрайк. Как-то разыгрались Винстрайк, да? Если вот день начинался не очень хорошо, то здесь уже и стрельба, и карта заходит. И соперник тоже немножечко ошибается. Мы не можем сказать, что они проиграли без шансов Спиритом. Потому что там были овертаймы, там было все очень близко. И Винстрайки действительно имели реальные шансы на победу в этом матче. По Спиритом там отдельная история. Там отдали карту. Я считаю, просто отдали победу. А вот начало против Фурии было очень неоднозначным. Поражение на своем нюке. Но вот все же характер есть у парней. И это не может не радовать. Ну что же, друзья. Приходят забрать в девятки игрокам ребята из Фурии. Получается. Калаш. Что пытался сделать Винни до конца непонятно. Сажал в руках. Байтил на себя внимание или просто пытался зарезать. Но минус удается сделать. Юрих АК 47 сохранил. АВПМ закупает арт. Аук для Эйбла. Ну и повтор вот двух фрагов со Скаута. Одному в ухо. А второго просто видел. На санях прилетел и задавил. Красавчик. Так, а вот и повтор. Там просто рандом уровень бог. Ну что, оружейная закупка для Фурии. У Винстрайка, кстати, по арсеналу девайсов все очень неоднозначно. Голил два МАК-10, АК-47 и снайперская винтовка. Но вот по гранатам вопросов нет вообще. Так, ну в принципе, главное как-то вот хорошо про юзать использовать эти МАК-10. Давайте посмотрим. Это Вейлендер и Бумыч пойдут в атаку. Ну будет попытка тактиками Фурии прибить их же. Выход на базу Б и пока что хорошее начало. Есть размен. Так, Серата также находит свой фраг. Забирает еще одного. Преимущество от Фурии. Есть инфа по тупичку. Может, его закидают сейчас моликами. Задавил просто в упор. Там хелпа очень близко. Ну, кстати, Вей слишком далеко ворвался. Как он остается жив пока что непонятно. Два процента у Вейлендера. По-хорошему надежды на Ворды Ди. Здесь инфа по всеми. Один в тупике в углу, второй на хелпе, третий в девятке. Но вот что с ними делать. Так, главное по своим не стрелять. Повезло, что бомба не стояла. Так бы уже прилетели бы. Не спешат уже бразильцы. Играют, я бы сказал, через чур аккуратно в этом эпизоде. Но действуют абсолютно правильно. Так, ну что, наконец-то бомба подобрана. Вейлендер ее устанавливает. Ну и Георг делает первый минус. Есть инфа с плентап. Ответ. Ну, дальше вроде бы без проблем. Ксерата и арт по минусу. 12-7. Отмечаем Ксерата с граффити. Парень делал очень важные фраги. Его как раз сделал большинство. И вот за счет этого большинства все-таки парней дотащили. Заметь, за 19 сыгранных раундов Ксерата настрелял 21 фраг. Вот если мы вчера выделяли Юриха, то сегодня он полностью растворился на оверпассе. А ведь это решающая карта для бразильцев. Здесь все либо ничего. Либо вы двигаетесь в стадию плей-офф, либо вы прощаетесь с турниром. Ну и уже готовитесь к своим матчам на Мейтселе. Два ВП. Так, это было даже не близко. Попытка фишечно простреливать, но не туда. Два ВП, три АУГа. Ну и быстрый раунд очередной. Так же, как и Фурия. Работает Вин Страйк. Закрывает Эйбл. Винни отдался. Ксерата с ВП подхватил Квика. Два в четыре. Ворд-эдитовый Вендер. Опять все та же парочка. В прошлом раунде не получилось. Возможно, в этом результат будет лучше. Сколько раундов уже было? Два в четыре. Неужели это один из этих? Красный Эйбл. Вот хорошие новости для Вин Страйков. Времени более чем достаточно. И с учетом того количества дыр, которые появились на карте у Фурии, Вин Страйки могут действительно зацепиться за победу в этом раунде. Ну что, рискует Ворд-эдит, полетел, не делает паузы. Ну, конечно, периодически тут по возможности проверяет некоторые позиции и углы. Но в основном мы видим на скорость. На скорость, на темп пытаются взять своих соперников Вин Страйк. И, возможно, это все получится. Давайте посмотрим, успеет ли Банк. Вот только сейчас подымается. Все в руках Юриха. Покажите нам, Юриха. Банк, Банк. Куда он смотрит вообще? Ну, очень сейвово. Очень сейвово. И это то, что может сыграть злую шутку с Фурией в этом раунде. Сейчас вот тот же Вейлендер может тебе в упор просто прийти и... Ой-ой-ой. Либо просто тебя дождаться. Бомба стоит. Инфы. Ноль. Ну вот есть инфа. Но есть хитшот от Ворд-эдита. Какая жесть. Два в два. Но теперь уже полное преимущество было. А вот знаешь, этот минус... Опять-таки же все переворачивает в раунде. Ксерата забирает. Ворд-эдита Вейлендер. Последний. Есть информация по нему. Дым. Коктейль Молотова. Есть все необходимое, чтобы забрать этот раунд. Как выживает Вейлендер. 15% здоровья. Он по-прежнему жив. Ксерата. Не верит Вейлендер. Это очередной гифус сегодня. Бро, не фейкуют. Вей. Ты же знаешь. Ты же это знаешь. Как же это было близко. Что за раунды? Два в четыре. Ну, вот знаешь, наконец-то госпожа удача улыбнулась бразильцам. Сколько таких раундов забрали Винстрайк за последние две карты? Это жесть. А ты думаешь, там, наверное, было бы слышно, да, если бы все-таки Вейлендер не побежал обратно по молику, а поджался к машине в упор? Он бы вышел на прицел. Там чекал его игрок или нет? Ну, честно, я вот упустил момент местоположения ксерата, но, если я не ошибаюсь, он двигался с машины, и если бы Вей выходил, то он бы попал как раз-таки на него. Он зашел обратно в банк, и Вей мог поджаться с другой стороны машины. Вот там он прочекывал, как-то пропрыгивал к ленту или нет, но, в принципе, по идее мы видели, что концовка была играбельна для Вейлендера, если бы он все-таки вышел и на этот диффуз и повесил просто минус. Так, вот это было четко. Арт минус Норберт. По таймингам стрелял снайпер команды Фурия и не промахнулся. Ну что, друзья, Фурия потихонечку возвращается в этот матч минус Афьюрия, Бумыч все-таки его разменял, но лучше бы я сделал это чуть пораньше. Все-таки зацепил и Арта минус Авик, вот хорошо забрал Вейлендера, а как-то по Бумычу вообще не залетел у Арта. Так, а что же дальше? Ну вот, очень похожая ситуация прошлого раунда, на этот раз у бразильцев нет красного игрока, это для них, конечно же, хорошие новости. Ключевой момент, наверное, в этом раунде, заберут Ксерата, можно поиграть, но Ксерата четко выходит с прицелом на Аквика и ситуация для Бумыча. Ну либо Бумыч, его магия вернулась, нет, Бумыч? Третий минус для Бумыча в этом раунде, 56% здоровья подобрал Бумыч Бомбу, 35 секунд до конца. На перетяжке ждут в коннекторе, поэтому Бумыч применяет решение и читает где-то этот поджим и играет через монстра. Винни, ну вот сюда он точно не должен смотреть, он должен смотреть на проход через монстра и слушать. А представляешь, Бумыч повернет? Ого. Повезло, что Бумыч еще не повернул и спину не убил. Там Винни непонятно что сделал. Время, время. Лучше пораньше поставить эту бомбу, потому что потом просто тебе сейчас убьют шарта. Понимает это Бумыч, закрывается от шарта, уже пикой даже никто не ведется. Ну вот теперь должен выбегать бразилец. Да ладно. Знаешь, он мог не дать поставить бомбу, он понимал, что у Бумыча остается время либо ставить плент, либо забирать его и, соответственно, проигрывать раунд, потому что есть плюс один игрок у Фурии. Волнуются, бразильцы видно, он реально уже, по идее, понимал, что все, второй пик, времени нет, и ты можешь смело выходить. Ну да, можешь получить по лицу, ну, тиммейт засейвится. Так, а вот это уже интересно. Камбэк от бразильцев, счет 12-9, деньги, ну, знаешь, это тот момент, который Винстрайкова интересует сейчас больше всего. Форсануть бы сейчас, наверное, все-таки. Ну, понимаешь, очень заманчиво выглядит форс, только по одной причине. У бразильцев выжило два игрока. Если Винстрайки додавят в этом раунде, то есть заберут 13-й, то ресетнут, во-первых, полностью экономику, соответственно, практически гарантируют себе ничью на оверпассе. Ну, по полной, конечно, форсить это была бы жесть, но вот с деглами, с эзэшками может что-то и получиться. Опять же, сегодня хорошие деглы, у многих залетает. Поэтому давайте смотреть. Юрий минус Норберт, начало неплохое, это поджим длины, второго зацепил, ну, вот, вот, наконец-то поймали свой тайминг. Так, а там проход на Абазуа и практически бесплатно установленная бомба. Нет, не даст этого сделать. Да ладно, Ксерата, казалось бы, спрей-контроль, уровень блок, но не в этом раунде. И даст поставить бомбу ребятам из Винстрайка. На месте, на месте. Ксерата 26 на 14. Великолепная статистика у этого парня. Опять же, не первый раз мы видим, что Ксерата может включаться. Вот пока что в этой команде. Заметь, это специалист конкретно по карте оверпасс. Точно так же в дебютном матче против Винстрайк 38 настрелял Ксерата на этой локации. Точнее, против Спирит. Так вот, лоббирует эту карту, да, в маппул? Скорее всего. Ну, у него действительно здесь что-то получается. Ну что ж, друзья, вот такие вот более-менее классические раунды. Уже с поджимами отыгрывает Фурия из спортзащиты. Так все оптаймингово, четенько уходит на дальнюю дистанцию на апленте. Идет перетяжка, ротация. Ну, а команда Винстрайк, в принципе, готова к атаке. Вот ждут последнего игрока. В теории могут и вчетвером. Но, видимо, будут дожидаться все-таки действий от Вейлендера. Так, Норберт. Пытался действовать с позиции силы. Брал инициативу в свои руки. В Сова выходил зигзагом, но минус сделать не удалось. Выжидают, выжидают нужный тайминг ребят из команды Винстрайк. Они остаются на своих позициях. Пошел Вейлендер. У него в руках остается молик. Кстати, заметь вот количество гранат, которое остается у Фурии и спорт. А, перекинули бомбу Вейлендеру. Это сделал Бумыч. И вот Вейлендер идет со своей миссией. К тиммейтам несет бомбу. И готовит свою атаку. 50 секунд до конца. Раз, два. Два коктейля Молотова. Два дыма. И огромное количество флешек в распоряжении. Даже три дыма, по-моему. В 30 дым кинут на монстр, по идее. Это от защиты смог из болота. Но решили все-таки поглубже защищаться Фурией. Возможно, это ошибочка. 5-4. Размен от Винни. Хорош арт. Арт забирает Ворд Эдита. Большинство для команды Фурия и спортс. Но дальше вроде бы без шансов. 15 секунд до конца. 2-3. Попытка сделать минус и поставить бомбу. Это очень важно. 10 секунд до конца. Есть инфау к Серата. Но к Серата, вы знаете, он убивается. Но этот минус решил исход данного раунда. Бумыч последний против двоих. Здесь главное не стреляться. Арт. Ну, погибает Арт. Но, кстати, нет. С деньгами все в порядке. Так что не так уже страшно. Ну что ж, друзья. 12-11. И еще чуть-чуть. И Фурия, по крайней мере, сравняет счет в этом матче. Ну и мы видим, что защищаться им явно поудобнее. Все так, как мы и заказывали. Две карты очень неоднозначные. С перевесом одной из команд. И третья. Ну, вот здесь заруба не на жизнь, а на смерть. Да, здесь уже такие перевороты происходят у нас неимоверные. И вроде бы и винстрайк так уже классно стартанули. Начали вторую половину. Уже казалось, что, а может быть, сейчас все быстро закончится. Но нет. Фурия возвращается в игру. Так, агрессия вроде бы приносит свои плоды. Но не все. Арт погибает. Норберт делает этот минус. Он подбирает снайперскую винтовку. Плюс ОП в атаке это хорошо. С учетом того, что есть АК-47 у Бумыча. Вау. Чуть-чуть не хватило вот загнать сейчас Юрия. О, Квик, наверное, подумал, что это как раз тот игрок, за которого он бежал. А тут еще Юрий. Ну ладно. Дигл-мастера в команде винстрайк. Как они вообще с этих диглов наваливают? Это просто что-то с чем-то. Так, а вот это было зря. Юрих забирает Вейлэндера, выбивает бомбу. Три в три. Тут есть Квик, который сейчас в любой момент может обойти соперника в спину. Но он не рискует. Не рискует. Ждет лонг, что ли? Ой-ой-ой-ой. Опять-таки же тайминги не на стороне. Непонятно. Там вроде хороший тайминг, тут плохой. В ответ Норберт. Что творит Норберт? Третий минус в раунде. Винни последний против двоих. Вот тебе и форсированная закупка от команды винстрайк. Вот тебе и Норберт. Он вообще со всего стреляет. Один АК 47-й, четыре пистолета и результат. Ну, на самом деле, все это дело начал... Кто первый? По-моему... Квик. Квик и Норберт. Вот они сделали по минусу. Да. Норберт, Квик, потом опять Норберт, Норберт. И, пожалуйста, вот ничего не получалось, по сути, в последних раундах. Да. У ребят из Минстрайк. Так, подожди, один на один. Дефюзки-то есть, есть хаешка. Времени нет. Бумыч. Прочекал, прочекал. Нет понимания о том, где находится вот только сейчас. Раздобыл информацию о местонахождении Бумыча, но этот раунд уже не спасти. 13-11. Вот это поворот. Нежданно-негаданно, Винстрайки берут этот раунд и ресетуют экономику. Да, вот как раз-таки в прошлом-то ведь все бразильцы погибли. Раунд взяли по истечению времени. Еще и Артам высунулся и отдал там 6000 авик и армор, и там что-то еще оставалось. Вот вам и коэффициент от ЕСБ. 3.30 на победу бразильцева, 1.3 на Винстрайк. Как же все кардинально изменилось. После провального нюка, ну знаешь, казалось, что на Винстрайков что-то порядка четырех давал букмейкер. У нас тут третий раз как кайф меняется, там в одну и во вторую сторону уже на последней карте. Просто качели туда, сюда, туда, сюда. Вот он, хороший хэдшот. Очень важный. Опасного Ксерата вырубил, у которого уже почти тридцатка. Здесь немножечко проработает Юрий, но там на длине работает Норберт. Ну, сверхуверенно действовал Норберт, подобрал снайперскую винтовку. Эти два минуса просто, ну, кардинально изменили расклад сил на оверпассе. Интересно, от кого пауза? Ну, что-то мне подсказывает, это опять-таки же должны быть бразильцы. У них крайне сложная ситуация, в первую очередь экономически, и по сути это вабанк. Смотри, Норберт уже догоняет Ксерата, 26-19 статистика. Игрока команды Винстрайк, он сегодня просто вот, к нему нет вопросов, по сути. Вообще нет вопросов. Ну, может быть, Нюк там вспомнить, там, ладно. Ну, там в общем команде вопросы. Давид сегодня хорош, Давид сегодня в ударе. Даст идеально отыгрывал. Так, что это? Аркада базы Б? Да ладно? Ну, знаешь, неоднозначное решение Ксерата. Хоронит двоих с ЮМПшкой. Это в тот момент, когда так рисковали сейчас Фурии. И просто ЮМПик дает два изи-хедшота. И ну, зачем было спешить? Вот классно же в предыдущем раунде получилось на Атом. Поджались бы так же, запустили бы Авик. Давид, получается разыгрывать медленные раунды. Там на А как в атаке, так и в защите все очень хорошо у Фурии. Но, с другой стороны, было понимание о количестве денег в Фурии Спортс. И вот, знаешь, это попытка проаркадить базу Б, надавить на слабые позиции. С учетом малого количества гранат, плохой закупки, действительно могло сработать. Но, как по мне, гораздо лучше было разыграть какой-то действительно верный раунд и не пороть эту горячку. Вот мне казалось, что это подарок. То, что вот, я как раз подумал, но, по-моему, не сказал. То, что засейвился Аук в том раунде. И то, что этот Аук заставит задуматься команду, а может, форсанем. И тогда это будет вообще там минус деньги, все идеально. Но сейчас это, а может, форсанем заканчивается очень печально. И качели на оверпассе продолжаются. Где деньги, Винстрайк? Нет денег. Нет денег у пацанов, но они держатся. И мы за них максимально топим. Три дигла. Даже четыре дигла. ЦЗ-шка. Один армор на всю команду. Достался он, конечно же, Давиду. Давид чувствует уверенность в своих силах. И, ну, пытается максимально, скажем так, помогать своей команде одержать победу на третьей решающей карте. Ну что ж, друзья. Пока что, я бы даже не сказал, что медленно. В довольно таком среднем быстром темпе залетает Винстрайк под точку А. Ой, какой тайминг у Арта. Ну, здесь три крака, минус от Арта. Бумыча забрал на длине. Кстати, больше там никого не видел. А вот что придумали? Там двойная подсадка. Да, Арт заметил. Квико ликвидирует промах по Норберту. Помоги, уже говори. Ну, помоги мне тут длину еще смотреть, а ты не выходишь. Ну что же, Ворд идет последний против четверых. Есть два раздымаженных соперника. У Арта 16%, у Ксерата 55%. Но бразильцы должны понимать. Экономика сейчас важнее всего. Денег очень мало. И надо, ну, постараться засейвить все оставшиеся девайсы. Ну что, друзья. Практически ничья. 13-13. Вот-вот появится у нас на табло. Ну, либо Ворлд Эдит. Либо Ворлд Эдит. Сделает это, да. Но это, я не верю. Я не верю в такой клатч. Это очень жестко будет. При таком раскладе 13-12. 1 в 4. 30 секунд до конца. И он сейчас пойдет, всех убьет. Да, опять-таки же тайминги на стороне Ксерата. Прицел навел как раз-таки на выход с туалетов. И в ту же секунду появился Ворлд Эдит. 13-13. Ничья на оверпассе. Как же потно. Не забываем про промокоды. Сайт vplay.tv. Используем. Ну, и участвуем, конечно же, в наших розыгрышах. Ну что, друзья. Все очень сложно. И в этот сложный момент для себя Winstrike должны придумать какой-нибудь нормальный и четкий раунд. Хотел посоветовать Росавик поиграть под точкой А. Но мы видим, что пока что это больше похоже на очередной выход на точку Б. Учитывая, где бомба, она под монстром. Там уже три игрока проходят двери. И только Вейлэндер смотрит поджим со спины. Ну, знаешь, уже не самое лучшее начало. По прострелам над Ксерата изрядно пострадал наш главный герой. По итогам карты оверпасс, которая еще не закончилась. Но все же 37% здоровья у Норберта. Ну, теперь так же юмпиками нужно тащить. Ну, как это делать? Под базой Б. Огромное скопление игроков команды Winstrike. У Фурии там троица на вэпленте. Ну, можно вскрыть. Можно вскрыть, но надо показать хороший раунд. Раскидка есть. Ну, что, четыре шорт? Посмотри, контр-действие. Прострелом Ксерата забирает Вейлэндера. Что творит этот парень? Он сделал минус прострелом и красным оставил Норберта. Ну, практически красным. Все было почти неплохо. Вот-вот начиналась атака. Да, казалось, пять в три. Раскидка. Может, что-то получится даже, учитывая девайса. Ну, просто парень берет и простреливает. Ну, что такое? Ну, долго топчется на этой позиции парни тоже. Вот столько времени нельзя здесь нарываться. 35 секунд. Нарываться на прострелы. Ну, знаешь, буквально раунд назад мы говорили, Норберт догоняет Ксерата. 26 на 27. Сейчас все кардинально изменилось. 34 фрага у Ксерата, у Норберта по-прежнему 27. Да, это еще учитывая то, что, ну, помнишь, Дигла в том раунде залетела, когда Эко был у Винстрайка, который они взяли. То есть он там фрагов не заработал. Ну, жестко, жестко сдает Ксерата. И в этот момент мы уже понимаем, что в сложнейшую ситуацию попадает команда Винстрайка. И было бы неплохо сейчас вновь показать свои Диглы. Но они уже полетели. Они уже полетели, и это беда. Ну, да, тут уверенно справляются ребята из Фурии. Четыре безответных минуса, последний бумыч. Бомбу сюда первый просто принес. Умер второй тут. Другие погибли в коннекторе. Ну, они пытались продавить первыми спаунами позиции Аплента. Но четко откидали гранаты бразильцы и без шанса восстановили эту атаку. 15-13. Два матч-поинта. Фурия в шаге от победы и от выхода в стадию плей-офф. Последний шанс для Винстрайка. Два раунда подряд нужно тащить прямо сейчас. Есть отличный бай. Пять калашей. Полный практически набор гранат. Двух не хватает. Трех. Четырех. Для полного фарша. Но в принципе и так неплохо. Все вторые арморы, конечно же. И быстрый вновь раунд будет. Неужели... Да, это попытка быстрого выхода на базу БМ. А Смолк прилетит туда после молд. Он только сейчас пошел. Итак, первый минус от Винни. Забрал Норберта. Эйбл. Отличный минус. Пусть не так много фрагов сегодня, но нужный. В нужный момент он дает. Серата также минус. WorldEdit. Двигаются дальше.